привет друзья с вами варчик и в этом видео поговорим про танк который подарили некоторым кто создал свой аккаунт очень давно это танчик советский легкий танк 6 уровня т-52 и так что мы имеем когда получаем этот танк мы имеем стопроцентный экипаж и лт-шку 6 уровня у которой обзор можно разогнать до максимального если постараться у которой пробитие маленькое не сильно большое но в целом ватные танки 6 уровня пробиваются и в целом в зимой зоны такие вот всякие стэшки тоже пробиваются но тяжики уже никуда не пробиваются для этого у нас есть голда под калибер и которые пробивают тяжелые танки 6 7 уровня но с восьмерками я так особо и не поиграл потому что сейчас их по 10 штук этих танков каждую катку и кидают почти всегда в топ поэтому если вы хотите сейчас повеселиться на шестерках вы можете попробовать это сделать также еще по динамике это танчик очень приятный нормально быстро так разогнается и бодро так поворачивается конечно не прям крутит вертит но в принципе танк очень приятный по динамике также у этого танка очень быстрое сведение но вот стабилизация этого танка не очень и стрелять на дальние расстояния не очень то и приятно потому что и точность такая себе вот в ближнем бою сводиться стрелять активно играть в принципе нормально но стабилизацию бы получше и вообще было бы огонь а так приходится после каждого маневра сводиться из-за того что стабилизация не очень благо сведение быстрое но опять же это надо поставить дупайки перки там и все остальное досылатель оптика вентиляция тоже сюда не помешает но стабилизатора сюда поставить нельзя целом танчик мне понравился играть шестерками семерками на нем можно и приятно веселый интересный танк но жаль что этот танчик не премиумный а всего лишь акционный а раз этот танчик акционный то на доппайке вы стабильно минус 20 тысяч будете уходить каждую катку иногда конечно минус 25 иногда минус 10 но в среднем где-то минус 20 потому что если вы поставите дупайок это минус 20 сразу каждую катку а если вы еще будете надо стрелять голдой то это еще подкинет минусов а если вы захотите пробивать то вам придется надо стрелять голдой потому что пробитие бэбэшкой оно такое себе если бы этот танк был премиумным то на этом танке хотелось бы поиграть побольше а так я часик на нем поиграл и в принципе все конечно нужно поиграть на этом танке когда рандом немного утрясется и этих танков будет не по 10 штук в каждой команде но мне уже принципе это танк не интересен я на нем наигрался за один час покатался пострелялся но бодро весело прикольно но в целом серебро в минус и ну и что на нем обычный геймплей 6 уровня танк нормальный не имба неплохой приятный нормальный танк чё на нем долго задерживаться я не знаю отметочки по набивать ну разве что так больше это так ничем не интересен также мне wargaming еще подарил 4 миллиона серебра которую я уже потратил купил немецкий тяжелый танк 10 уровня для того чтобы выполнить лбз но и 4000 бонов которые я даже не заметил и мне они в принципе не нужны также там еще какие-то эмблем кин или что-то такое тоже не интересно но в целом вот все награда за пять лет разошлась за один час завтра я уже не вспомню что мне там подарили награды конечно интересны но они на самом деле не олдскульные лично для меня для меня были бы более интересны награды немного другие для меня была бы на рада допустим какой-нибудь отдельный режим в котором бы я мог поиграть на старых картах которые вывели и которые даже не перевели вожди я бы все равно на них поиграл в каком-нибудь отдельном режиме вот это был бы для меня подарок также если бы там не было бы арты либо хотя бы по одной на команду это тоже был бы большой подарок вот это было бы действительно для меня интересно и подарок которого я заслуживаю ну а этот подарок который я вижу сейчас но это так на один час с вами был варчик играть красиво пока